МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фестиваль красок и множество спортивных площадок. Что еще ждет сыровчан на День молодежи? Далее расскажем обо всем подробно. В районе Маслихинского моста и профилактория РФЦВНЕЕВ были обнаружены трупы лис. Лабораторные исследования показали, что погибшие животные были заражены бешенством. В связи с этим горожанам необходимо избегать любых контактов с дикими животными, а также бездомными кошками и собаками. Важно помнить, что бешенство передается не только через укус, но и через слюну. Если контакт человека с подозрительным животным все-таки состоялся, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Бешенство находится в списке заболеваний, эффективные способы лечения которого до сих пор не найдены. После попадания инфекции в организм начинают проявляться симптомы. И как результат, летальный исход практически в 100% случаев. Вирус бешенства поражает нервную систему как животного, так и человека. Результаты анализов полностью подтвердили наличие этой инфекции в крови мертвых лис, обнаруженных в черте города. Сейчас готовится в правительстве Ниндиверской области указ губернатора о наложении очередного карантина на город Саров. Желательно поголовная вакцинация всего, воспринимчивого поголовья в том числе. В первую очередь это кошки и собаки. И особенно те, которые у нас не сидят по домам, а которые выходят на прогулку, либо выезжают куда-то на природу. И могут вступить в контакт с главным переносчиком вируса бешенства – лисами. Однако встретить дикое животное можно не только в лесу. Лисы все чаще стали выходить на территорию города. Один из факторов такого поведения диких животных – кормушки с едой, которые на улице в свободном доступе оставляют горожане. Ветеринарные врачи настоятельно советуют не контактировать с животными с неестественным поведением. Вирус бешенства имеет долгий инкубационный период от нескольких недель до девяти месяцев. Главный симптом у животного – изменение голоса вследствие паралича связок. У человека боязнь жидкости. Если вас вкусило бешеное животное, своевременная вакцинация считается не позже 12 часов от момента покуса. Чем дольше дальше время идёт, тем шансов того, что вы не погибнете, кажется, меньше. Карантин по бешенству длится не менее 60 суток. Лечения от бешенства не существует. Единственная мера – профилактика с помощью вакцинации. По закону, прививка от бешенства должна быть сделана всем домашним животным. Школьный период для одиннадцатиклассников практически подошёл к концу. Основные экзамены сданы, можно начинать подготовку к выпускному вечеру. В этом году несколько саровских выпускников завоевали высший балл на едином государственном экзамене. По русскому языку лучших результатов добились четверо, по математике – один. О том, как проходит ЕГЭ в Сарове, расскажем далее. Несмотря на то, что сдача ЕГЭ завершится только 2 июля, результаты первых экзаменов уже известны. И они не могут не радовать родителей, педагогов и самих выпускников. Традиционно средний балл по обязательным предметам русскому языку и математике у саровских школьников выше, чем по области и даже по России. И если в прошлом году в нашем городе было всего 9 стобальников, то сейчас, при условии, что по пяти предметам ещё нет результатов, их уже восемь. Из них 4 стобальника в гимназии номер 2, 2 стобальника в 15-м лице, что очень приятно, у нас есть первый стобальник в 14-й школе. ЕГЭ по-русскому написал 481 выпускник, средний балл – 73. Экзамен по базовой математике сдавали 340 11-классников, профильной математике – 371. И средний балл вновь оказался выше, чем в прошлом году. Есть результаты и экзаменов по выбору. Непопулярным предметом является география, всего 3 человека её сдают. Но очень хорошо в этом году сдали информатику, средний балл в районе 66 – это приличный результат. Химию – 70 баллов, средний результат. История – самый высокий результат за все годы сдачи ЕГЭ – 63,2. Перездавать экзамены, как обязательные, так и по выбору, предстоит почти 30 выпускникам. Кто-то из них не смог справиться с волнением, кто-то не преодолел минимальный порог. Но при этом все школьники подошли к сдаче ЕГЭ ответственно, и экзамены прошли без нарушений. У нас в этом году очень много общественных наблюдателей на экзаменах, которые следят за порядком проведения экзамена. Федеральные наблюдатели следят по онлайн-видеонаблюдению за каждой аудиторией. Ни одной метки, так называемой, возможного нарушения или фиксированного нарушения у нас нет. Еще предстоит узнать результаты ЕГЭ по физике, литературе, обществознанию, биологии и английскому языку. А уже сегодня в школах начались резервные сроки сдачи, на которые приходят те, кто не преодолел минимальный порог или не смог прийти на экзамен из-за болезни. 29 июня перекроют некоторые улицы города. В связи с празднованием выпускного с 8 до 9 вечера движение будет ограничено по проспекту Ленина от дома номер 19 до пересечения с улицы Духова, а до 23 часов до пересечения с улицы Дзержинского. Также Комитет по управлению муниципальным имуществом напоминает, что в этот день всем организациям, торгующим алкоголем, рекомендовано приостановить продажу спиртного с 6 часов вечера. Сведения о нарушителях рекомендаций будут направлены в Министерство промышленности, торговли и поддержки предпринимательства Нижегородской области. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Центральной России выявлены множественные очаги птичьего гриппа. В связи с этим соровчанам рекомендуют не приобретать продукты птицоводства в местах стихийной торговли, а также не употреблять в пищу сырые яйца. Также горожан просят проинформировать Госветуправление о наличии птицы в личных подсобных хозяйствах, чтобы специалисты имели возможность проводить профилактические мероприятия. Более подробную информацию можно получить по телефону 4-92-00. Доехать до озера Протяжное теперь можно на общественном транспорте. К популярному в городе месту отдыха соровчан будет доставлять автобус, который следует по 10 маршруту. По будням он будет выезжать с тупиковой в 8.45, 14.00 и 17.30, а обратно в 9.25, 14.40 и 18.10. В выходные и праздничные дни к существующим трем добавится еще один рейс. Маршрут проходит через проспект Музруково, улицу Академика Харитона, проспект Ленина, улицы Шверника, Силкино и Ключевую. В России могут перейти на упрощенную систему взимания штрафов. Соответствующие поправки к закону сейчас обсуждают в Госдуме. Речь идет о нарушениях правил дорожного движения, которые зафиксированы с помощью камер видеонаблюдения и наказываются штрафом в размере до 3000 рублей. Упрощенная схема предполагает принудительное взыскание без возбуждения исполнительного производства. Установив владельца машины, судебные приставы будут передавать в банк, где тот хранит деньги, уведомления. Если за два дня должник не заплатит штраф добровольно, банк спешит деньги автоматически. От яркого летнего солнца и высоких температур страдают не только те, у кого есть проблемы с сердцем или давлением. Жару с трудом переносят дети и пожилые люди, и даже у тех водителей, в машине которых есть кондиционер, всегда найдется повод для переживания. Их автомобиль целый день стоит на солнцепеке. Как летний зной влияет на него и что необходимо делать, чтобы помочь железному коню, расскажем в следующем репортаже. Краска на ярком солнце выгорает, от трещин на лобовом стекле может начаться пожар, пластик и ткань отделки салона на жаре выделяют вредные для организма человека вещества. Часть этих летних автомифов имеет под собой реальную основу. Некоторые утверждения – ничто иное, как липа. Для того, чтобы разобраться, где правда, а где вымысел, мы обратились к специалистам-детейлерам. Если имеются какие-то сколы, допустим, на стекле, то есть что они могут образовать линзу. И, соответственно, эта линза может привести к негативным последствиям для автомобиля, то есть расплавить пластик, то есть поэтому желательно в жару закрывать, по крайней мере, лобовое стекло. Распространенным мифом считается утверждение, что краска автомобиля под воздействием солнечных лучей выгорает, теряет блеск и цвет. Нет, на самом деле никаких обоснованных фактов данный миф не имеет под собой, то есть поскольку, допустим, если белый автомобиль, то желтизна появляется после зимы, после въевшихся реагентов, солей, реагентов, то есть появляется желтый налет. При этом специалисты предостерегают всех любителей помыть в погуше солнечный день машину на даче или возле водоема. Дело в том, что капли воды на ярком солнце будут действовать так же, как линза, а остатки автошампуня вполне могут вызвать коррозию лакокрасочного покрытия. Что касается мифа о выделении вредных веществ из пластика автомобиля, то ответ нам дает сам производитель автомобилей. Даже в техпаспорте написано, что при длительной стоянке автомобиля на солнце, то есть сам производитель рекомендует открыть, опустить окна и выдержать около пяти минут. Если вы переживаете за состояние своего железного коня, то перед началом жаркого сезона нанесите на кузов защитные составы. Они уберегут краску, авто от сколов и позволят автомобилю дальше радовать вас своим внешним видом. 30 июня на стадионе Икар соберутся самые активные, яркие и спортивные юноши и девушки нашего города. В этот день саровчане отпразднуют День молодежи. По традиции всех гостей праздника ждут концертная программа, творческие площадки, интерактивные зоны и множество сюрпризов. Программа для молодежи обещает быть насыщенной. В этом году День молодежи получил название «Фестиваль болельщиков». И неудивительно, что большинство интерактивных зон и площадок будут посвящены именно футболу и мундиалю. Все гости праздника смогут принять участие в футбольном боулинге, конкурсе на самый точный гол и забить мега-мяч. Также на центральной аллее стадиона Икар будет расположена фанатская мастерская, где каждый любой житель города сможет принять участие в мастерской и изготовить собственный атрибут болельщика. Ждут саровчаны традиционные, уже полюбившиеся многим площадки. Фестиваль красок, соревнования по средболу и BMX-шоу, проект «Танцующий саров» и множество других спортивных и познавательных площадок. Будет сыгран первый молодежный футбольный турнир «Саров молодой». Также будут исторические зоны, традиционно наши исторические зоны – это молодежный проект «Саровский катильон», исторический городок Армир и еще очень интересная новая площадка – это будет скандинавский футбол «Кубок викингов». Организаторы праздника постарались позаботиться обо всех жителях нашего города. Для тех, кто предпочитает спокойное времяпрепровождение, будут работать зоны отдыха и настольных игр. Те, кто не проводит выходные без близких, смогут принять участие в конкурсе «Семья – лучшая сборная». А неравнодушных к защите окружающей среды приглашают присоединиться к экологической акции «Вместе ярче». И, конечно, все это будет проходить под знакомые многим песни. На сцене состоится концерт «Саровских музыкантов», «БДТ» и «Зе-групп». Но и это еще не все музыкальные сюрпризы. В этом году гостями нашего города станут Нижегородская опен-эйр-группа «Чкалов», которые участвовали на открытии фан-феста в городе Нижний Новгород. Ну и, конечно, в этот день будет работать фан-зона. В 5 и 9 вечера все, кто с интересом наблюдает за матчами чемпионата мира, смогут посмотреть трансляции одной и восьмой финала. Главное спортивное событие этого года – чемпионат мира по футболу – мало кого смог оставить равнодушным. Вот уже на протяжении двух недель внимание всех стран приковано к баталиям, развернувшимся на футбольных полях. Кто-то болеет за свои сборные, а кто-то просто наблюдает за красивой игрой. Для жителей России этот чемпионат стал особенным и не только потому, что проходит он в нашей стране. Впервые за 32 года нашей сборной удалось выйти в плей-офф. Прошедший матч с Уругваем собрал миллион из зрителей. Во многом от него зависело, с кем сборная России встретится в одной восьмой. Верят ли сыровчане в наших спортсменов и какие делают прогнозы на будущие игры, выясняла наша съемочная группа. Стадион Икар сегодня собрал большое количество сыровчан. Все они пришли поболеть за нашу сборную. Кто-то взял с собой флаги, кто-то свистки, ну а кто-то просто за компанию пришел поболеть. Как они это будут делать и есть ли шанс стать чемпионами мира у нашей сборной. Давайте узнаем. Расскажи, как вообще ты болеешь за нашу сборную? Душой и сердцем. В финале с кем мы будем играть? Нам бы до него дойти сначала. Ну вообще... Германия плохо, конечно, играет, но я думаю, так как они чемпионы с прошлых, ну с прошлых, скажем, чемпионата мира, то с ними будут возможны. Но у нас есть шансы вообще стать чемпионами? Я думаю, нет. Если смотреть на игру других команд, сравнивать с нашими, то небо и земля. Взять тоже Бельгию, Англию. Мнения саровских болельщиков разделились и несмотря на то, что наша сборная проиграла уругвайцам со счетом 0-3, это не повод отчаиваться. Впереди нас ждет 1-8 финала. А это значит, что шансы на победу еще есть. Есть шансы у нашей страны? Ну, конечно, ситуация сложная, но как всегда будем держать кулачки. Я считаю, что у нас есть шанс попасть в финал. С кем в финале, как ты думаешь, Россия встретится? С Португалии до Эрды. Будем надеяться. Надежда умирает последней. Победа будет за нами. А то. Россия, вперед! Я слежу за футболом. Россия, вперед! Уже 1 июля сборной России предстоит сразиться с испанцами, чемпионами мира 2010. Напомним, именно Испания на Евро 2008 не пропустила нашу команду в полуфинал. Какой будет эта встреча, узнаем совсем скоро. Самое главное – не терять веру в наших спортсменов. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также все актуальные информации на сайте srov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин